Ночи интеграции Преподаватели вуза и приглашенные спикеры читали научно-популярные лекции. В 108-й аудитории были определены 5 лекторов. Первым выступил доцент кафедры политологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Виктор Сидоров с лекцией «Наука и искусство» с опытов Леонарда Ксайенс-Арт. Я хотел рассказать слушателям о том, как связаны наука и искусство, в данном случае изобразительное искусство, и как изобретение, научный прогресс меняли искусство, изобразительное искусство, архитектуру в какой-то степени, где вот эта интеграция, поскольку эта правоналука посвящена интеграции, междисциплинарности, вот наука меняет нашу жизнь и искусство. Далее свои знания представил основатель научно-просветительского проекта «Мы верим в космос» экс-специалист по подготовке космонавтов, автор книги «Космос. Будь в теме» Денис Прудник, который помог участникам окунуться в мир космического туризма. Достаточно перспективное направление космонавтики, и про него сложилось очень много мифов, поскольку все думают, что туризм он один, особенно смотрят на Запад, на наших западных партнеров из Америки, но я сделал акцент на том, что туризм бывает нескольких типов, и в одном из типов это орбитальный космический туризм, мы являемся пионерами, поскольку мы отправили первого туриста в космос, ну и в целом поговорили о том, сколько это стоит, когда все-таки можно мечтать о том, что мы будем летать в космос, как на самолетах, обсудили, какая техника туристическая летает в космос, и немножко, конечно, обсудили про подготовку туристов к космическому полету, поскольку это важный аспект, и его не забыла упустить. Третьим спикером стал директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский. В своей лекции он рассказал, какие объекты и понятия живых систем переняла IT-сфера. Тема доклада описывал биоинспирированные, то есть это то, как мир живого, он ведь рождает какие-то понятийные вещи, что-то открывают ученые, что-то они используют, и на самом деле в IT-сфере мы очень много оттуда почерпнули. И доклад был, собственно, попыткой рассказать о части таких вот приобретений, которые IT-сфера забрала из сферы жизни. В 19.40 всем желающим была представлена возможность послушать занимательную лекцию доцента кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования Института дизайна и пространственных искусств Аделис и Фудиновой и экологика в пространственных искусствах. Основная мысль в том, чтобы на всех этапах вообще от младенчества, и в том числе во время обучения, формировать у ребят не просто базовые какие-то профессиональные навыки, а формировать привычку мыслить шире и обращать внимание на такой широкий спектр проблематик. Экология – это только один из моментов, их много. И хорошим профессионалом ты можешь стать тогда, когда можешь одномоментно, комплексно решать разные задачи. Завершающей стала лекция о нанотехнологиях в современной жизни. Старший научный сотрудник, научный исследователь коллаборатории, многофункциональные наноструктуры и кристаллы фотоники для решения фундаментальных задач биомедицины и материаловедения Института физики Максим Пудовкин. Он рассказал о тонкостях выбранной темы и ответил на интересующие вопросы. Нанотехнологии, они во всех сферах применимы, я бы хотел их осветить. Но перед этим я хотел бы все-таки дать матчасть, что это такое, как это исследуется, как это синтезируется, а потом уже он приходит к применению. И, наверное, самое интересное, то, что, как некоторые применения нанотехнологий, например, в схемотехнике, помогают потом в биологии это все применить и так далее. В 109-й аудитории также прошли лекции приглашенных спикеров. Всего прошло 5 лекций. Первым выступил Александр Гусев с лекцией «Геологическое освоение Луны». Спикер говорил о геологическом освоении Луны, преподнося информацию для зрителей простым и понятным языком. Поиск полезных ископаемых, поиск воды, поиск редкоземельных элементов, для того, чтобы подготовить почту для георазведки на поверхности Луны и возврат лунного грунта, ценного на Землю. Далее прошла лекция «Абьюз головного мозга», где поговорили о новых словах и их лексическом составляющем. Основная мысль моего доклада о том, что слов много, они разные, но, так скажем, влиять на это мы не можем. Мы просто наблюдаем, что да, есть такая лексика, что останется решать только, в принципе, нам самим, которые и производят эти слова, людям, которые производят эти слова. Затем в «Без 15.7» стартовала лекция «История и реалий медиаискусства». Спикер рассказал о истории зарождения культуры медиаискусства, о создании мультимедийных перформансов, чем заинтересовал не только осознанную часть аудитории, но и ее юных зрителей, которые после окончания лекции продолжили задавать вопросы, желая побольше углубиться в эту тему. Фестиваль медиаискусства «Нур» не проходит в Москве, он не проходит в Петербурге, он проходит принципиально именно в Казани. Это очень важная такая составляющая, потому что мы хотим транслировать это для всего мира. Мы хотим, чтобы нашим городом гордились, потому как гордимся мы своим городом и своим альбоматором, к которому хочется приходить вновь и вновь. В 19.40 в аудитории началась лекция нейромаркетинг – как заглянуть в подсознание потребителя. Спикер рассказал о том, как правильно проанализировать реакцию потребителя на тот или иной продукт. Рассказала о нейромаркетинге, как о науке. Моя задача была сегодня в достаточно такой игровой форме объяснить, что нейромаркетинг – это прежде всего исследование, построенное на высокочувствительном аппаратном исследовании. Заключительной стала лекция «Зеленая химия в косметике и косметологии», где были открыты тайны зеленой химии. Спикер рассказала, почему стоит перестать бояться химию и как она гармонична, а главное с пользой для здоровья, используется в косметике и косметологии. Зачастую люди очень боятся химии, потому что думают, что химия может быть вредна. Но это очередной миф, который сопровождает жизнь всего человечества. В 218-й аудитории спикер Юрий Синодов рассказал о том, как манипулировать мнением масс одной лишь новостной повесткой и насколько важна иллюзия критического мышления. Директор по развитию новостного агентства СМИ-2 подчеркнул, что на данный момент в информационном поле сложилась уникальная ситуация. Благодаря ей подрастающее поколение в будущем сможет без труда распознать признаки информационного давления. Я думаю, что фиксация текущих происходящих событий, их осознание, оно для журналиста будущего, ну там 5-10 лет, оно очень полезно, потому что он, во-первых, будет узнавать признаки противостояния медиа. И мне кажется, что внутри профессии журналиста все-таки защита, стремление доносить ситуацию, описывать жизнь именно такой, как она есть, а не плясать под дудку, под музыку чужую. Цикл лекций об искусственном интеллекте провел директор Института вычислительной математики Казанского федерального университета Дмитрий Чекрин. Он рассказал о том, какие бывают искусственные интеллекты и как они используются в работе беспилотного транспорта. Посетили лекцию не только студенты Казанского федерального университета, но и ученики казанских школ. Несмотря на довольно сложную тематику, участники фестиваля без труда включились в обсуждение. Это на самом деле довольно-таки интересно, то есть, к примеру, изучать всякие механизмы, их работа. Это вообще, я считаю, довольно-таки увлекательно. В это же время в холлах первого и второго этажей проходили мастер-классы, интерактивы, викторины, выставки, презентации, игры, квизы. Демонстрировались опыты, взмывали вверх дроны, а на крыльце здания разместился сделанный в Казанском федеральном университете беспилотный трактор. Наш институт в этой локации представляет небольшие эксперименты, небольшие опыты для детей, ну и для взрослых. Если посмотрите за моей спиной, очень много взрослых, которые ощущают себя детьми, ощущают себя изобретателями, открывателями. Химия – это немножко магия. И сейчас все, кто здесь находится, они погружаются в эту магическую область, ощущают себя волшебниками, смотрят, как все это происходит, когда вещества взаимодействуют друг с другом. Какие-то дымы, какие-то пары, вот, шарики лопаются. Все очень забавно и интересно. Любовь к химии всегда начинается через вот такие опыты. Мы сегодня представляем основную информацию в рамках первой помощи, то есть это сердечно-легочная реанимация, прием геймлиха, когда человек подавился. Также мы предоставляем возможность попробовать эндоскопию, то есть это аналог операции, да, внутри брюшной полости, перекат, перетаскиваем колечки. И даем также деткам возможность пошить, то есть на искусственной коже. Абитуриенты, когда приходят сюда, они видят вот эту сферу, может быть, их что-то заинтересует больше, они как-то лучше станут понимать, чем они хотят заниматься вообще в этой жизни. Ну, соответственно, это передача опыта, деление, люди здесь делятся своими эмоциями, своими интересами и так далее, поэтому это очень здорово. Научно-популярное мероприятие вызвало большой интерес не только у школьников, но и у студентов Казанского федерального университета и пришедших с маленькими детьми взрослых. Мне больше всего понравилась тематика с дронами здесь, беспилотными. Было довольно интересно поправлять и посмотреть ими. Я считаю, что про науку очень важен на мероприятии, из-за того, что это популяризирует науку, помогает ребятам определиться с будущим при поступлении в университет. Я по своему опыту могу сказать, что это довольно тяжелый вопрос, когда ты не знаешь, куда поступать в довольно вечное положение, и такие мероприятия растиряют кругозор у молодежи, и они приобщаются к студической жизни. Казанский федеральный университет на 15-й серии научно-популярного проекта «Про наука в КФУ» показал, что такое наука. Это магия реального времени. Та самая сила, которая должна покорить пространство, а потом и время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова